Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, нормально слышно? Громче, тише, надо? Громче, чуть-чуть, 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 громче? Нет, нормально, нормально, хорошо, все хорошо. Мы рады вас видеть в нашем музыкальном троллейбусе, тем более одной из самых любимых моих групп. Спасибо, Еленя, она у вас замечательная. Берегите ее. Мы начинаем наш маршрут. Скажите, вы все у нас были? Нет, нет. Вы все? Нет, понятно. Наш музыкальный троллейбус уже 13 лет ходит по Москве. Я не случайно вам раздала сборники. Я очень надеюсь, что мы все вместе какие-то песни будем петь, какие-то вы послушаете. С вами и для вас сегодня поет Михаил Деев. Давайте его приветствуем. Ну, а начнем мы наш маршрут с кратковой рассказа. Сейчас справа от вас будет удивительный дом. Его называют прянишный домик. Особняк Николая Игумы. Чуть попозже вы увидите. И вот он начинается. Посмотрите на него внимательно. Нравится он вам? Конечно. Это поскольку. Вот видите, замечательный ответ, конечно. А вы знаете, что когда его построили, он не понравился московскому бомонду. Почему вопрос сложный? Скорее всего, с одной стороны, зависть архитекторов. С другой стороны, там много непонятно. Это был 19 век. Старый ремесленный район. Разбогатевший купец Николай Игумов строит себе особняк. Приглашают для этого архитектора из Ярославля Николая Поздеева. Строят вот этот особнячок в псевдорусском стиле. Во-первых, сразу Николаю Игумову говорили, что зря он здесь строит в таком бедном районе. Такой пафосный особняк стоит строить в пафосном районе. Когда особняк был построен, опять он не понравился. И разозлённый Николай Игумов не доплачивает архитектору очень большую сумму, уже потраченный денег. Архитектор разоряется. К сожалению, на этом его жизнь заканчивается, он покончил в своем месте. А с домом с этим связано очень много московских легенд. Вплоть до привидений считается, что там ходит женщина в белом привидении. Но я расскажу друг олеге. Николай Игумов, человек богатый. Человек со своими причудами. Приглашает гостей на бал. И паркет в зале, где проводят бал, выстилает золотыми монетами. А на монетах портрет царя. Ну, как вы догадываетесь, тут же находятся люди, которые настучали к царю. Ходили по вашим лицам. И вот дальше уже не легенда. Николая Игумова ссылают. Ссылают в Абхазию. Человек, он неординарный, он и там прославился. До сих пор, если смотреть с самолета, там Кипарисовая аллея с его инициалами видна. Роща Манго, Роща Мандаринов первая в Абхазии, благодаря ему. Вот такой удивительный человек. Дом остается пустым. Причем, опять же, есть легенда, что когда он не доплатил архитектору деньги, тот в сердцах произнес, что тут пусто было. И дом действительно остался пустым. Но через какое-то время там был Клуб Бознака, потом Институт Мозга знаменитый. Сейчас это французское посольство. Если вам удастся внутрь попасть, они проводят два раза в году экскурсию. Внутри еще красивее, чем знакомо. Такой удивительный особняк. Ну а мы с вами не случайно же мы называем «Синий троллейбус». Это благодаря песне была такой джаной по уличной троллейбусу. И давайте ее и споем «Страничка двора». «Синий троллейбус» Последний случайный, последний троллейбус по улице мчит. Верши по бульварам кружение, Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, 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 Последний троллейбус вне дверя творит. Я знаю, как взяткую полночь. Твои пассажиры, матросы твои Приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои Приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, Я к ним прикасался плечами. Как много представьте себе доброты В молчании, в молчании. Как много представьте себе доброты В молчании, в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, Стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, Стихает, стихает. Не могу не поделиться со своей любимой группой. Вот правда люблю группу. Вот мы только что пели песню богатого бутжака. Вы наверняка многие знаете, что он родился 9 мая. Более 30 лет назад молодые мальчишки, Вдруг вот у них возникла, у одного из них даже, я бы сказала, Возникла идея приходить во двор, где жила куджава на Арбате, И петь его песни 9 мая. Вот этот человек сегодня здесь с нами. Более 30 лет это проводится. Владимир Альер. К счастью, он не один. И тогда с ним были друзья. И сейчас, наверное, самые активные такие там люди Это Владимир Альер и Михаил Диев. Если у вас будет желание и возможность, 9 мая. Арбат 43. За памятник о куджавы заходите ему за стол. И слева подворотник. Приходите с пяти до час ночи до закрытия метро. Там поют песни о куджаве. Ну а мы с вами тем временем в самом центре Москвы. Посмотрите, как красиво виден клемм. Колокольня Иван Великий. Кстати говоря, эта колокольня до эволюции была самой высокой. Было запрещено строить здание выше колокольня. Ну вы все знаете, конечно, что Москва появилась, известно с 1147 года из летописи. Хотя, очевидно, что она появилась раньше, потому что в этой летописи говорится о том, что Юрий Долгорукий приглашает своего друга в град Москвы. Не объясняю, где он. Значит, град уже был известен. Как вы понимаете, вот в те времена старались строить жилье где-то на высоте какой-то, ограждать себя естественными препятствиями для того, чтобы же издалека видеть врагов. И вот на Боровицком холме появляется такое поселение. С двух сторон естественные препятствия. Кто-то может назвать какие? Москва, река, совершенно верно. Неглинка. Неглинка, которая текла вот там, где Александрский сад. Сейчас она зарыта в трубе. С третьей стороны никаких препятствий нет. Вырыли ров шириной 12 метров со стороны Красной площади. Вот если на Кремль смотреть сверху, он треугольный. Вы наверняка обращали внимание на башни, что они очень разные. С трех углов круглая башня. Между ними прямоугольные. Это не случайно. Для того, чтобы с углов был обзор во все стороны. А в середине достаточно смотреть только вперед. С двух боков воин окружен все-таки своими друзьями, а не врагами. Все... Вот первый Кремль был деревянный. К концу 14 века он разрушается. Его перестраивают, строят из белого камня. Я на минуточку прервусь. Справа от вас памятник трехсотлетию российского флота. Памятник Петру Первому. Ну и не могу не рассказать любимую историю. Мы ехали с детской группой. И детей спросили. Вы знаете, кому это память? И один бойкий мальчишечка сказал. Ну конечно знаем. Пиратом Карибского моря. Ничего удивительного. Во многом он был прав, да? Мы вернемся к Кремлю. Деревянный Кремль к концу 14 века разрушается. Его перестраивают, строят из белого камня. И оттуда идет выражение из 14 века. Какое? Белый город. Москва белокаменная. Белый город это немножко другое. Это уже за Кремлем. Но наводнения и пожары разрушают и этот Кремль. И к концу 15 века его еще раз перестраивают. Строят уже из красного кирпича. Вот почти в том виде, в котором мы с вами его знаем. Но была разница. Башни были вровень со стеной. Вот эти вот красавицы башни были пристроены уже в 17 веке. Вы все обращали внимание на конец стен, да? Вот в форме ласточкиных козиков. Это называется мерлоны. Итальянский стиль, итальянская технология. Не случайно они там. Вот их высота, когда мы смотрим снизу, кажется они маленькие. На самом деле высота их 2-2,5 метра. И они служили для защиты воина, который ходил по Кремлевской стене. Помните, Иван Васильевич меняет профессию, как они бегали там по стенам. То был ростовский Кремль. Ну и в нашем Кремле так же. Мы с вами проехали еще, наверняка вы все обратили внимание, на храм Христа Спасителя, да? Место, которое в старину называлось Черторий. И вот улица Причистенко тоже называлась Чертольской. Ее переименовали, потому что царская семья по этой улице ездила в Новодевичий монастырь молиться. Его же царю ездить по Чертольской улице в монастырь. Ее переименовали в Причистенко. С этим местом, Чертолем, связаны тоже легенды. Считается, что это место было нечистым для людей и животных. Там ставят женский Алексеевский монастырь. После войны 1812 года решают поставить там храм Христа Спасителя. Для этого надо убрать монастырь. Его переводят далеко в Красное Село. Сегодня это метро Красносельский, почти центр, а тогда это было очень далеко. И существует предание, что игуменья монастыря, обиженная на то, что его так дорогой переводит, в сердцах произносит, быть здесь не храм, а лужа. Строят храм Христа Спасителя. Долго строят, 44 года. И не случайно, там болотистое место, храм тяжелый, то фундамент плывет, то стены рушатся. Но построят. Простоял он немногим больше, 48 лет. Большевики решили на этом месте построить дворец Советов. Как вы знаете, храм пытались сломать, не удалось. Взорвался он за второй раз. Строят дворец Советов. Еще более тяжелое здание. А проблемы-то все те же остались. Успели построить только фундамент. Началась Великая Отечественная война. Этот проект был забыт. А в послевоенное время, наверняка все помнят, на фундаменте поставили открытый бассейн Москва. Тут здесь не храм, а уже. Да-да-да, я тоже там занималась. Слева, справа посмотрите храм Иоанна Война. Вот по преданию он построен по чертежам Петра I. Так вот, храм Христа Спасителя, когда его восстановили, наверняка там многие были, знаете, что там две церкви, верхняя и нижняя. И, собственно, храм Христа Спасителя – это верхняя церковь. А вот нижняя Успенская поставлена в память о женском Алексеевском монастыре. Вот те, кто верит в это предание, считают, что храм так будет стоять. Мы будем надеяться, что он действительно будет стоять. А мы с вами переезжаем от Садовое кольцо. И, наверное, наверное... Ну, давай, Александр, вспомним здесь. Страничка... Серьезный. И сразу все устроилось в Москвах, и сразу устроилась слезам Москва. ПЕСНЯ 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 Ну, вы стояли князьми, но не они, а язьми, Без спросу выросли. Москва не зря надеется, что вся в листу оденется, Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами, крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским, приобщился к вальсам венским. Он пробьется Александром, он надышится Москвой. Он пробьется Александром, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, Но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы невыстрая, верная и чистая, Поскольку материнская любовь трудится. Александра, Александра, этот город наш с тобою, Стали мы под судьбою и вглядись в его лицо, Чтобы не было вначале, удалит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Ленинский проспект, как его журналисты назвали, Проспект большой науки. Много учебных заведений, много научных институтов. И мы только что проехали, институт стали из плавов. И всегда хочется здесь вспомнить наших любимых композиторов, Виктора Перковского и Анатолия Закотова, которые здесь учились. И я думаю, вспомню, хотя бы одного не помню. Анатолий Закотова, стихи Леонида Однокозова. Ночной степени тропок, ни дорог, Лишь ветра течавшего порыв. Земля мучалась прямо из-под дном, Нас в августовском небе позабыть. Земля мучалась прямо из-под дном, Нас в августовском небе позабыть. А мы ее не будем звать назад, Пускай летит у нас другой маршрут. Мы не имеем права опоздать, За нас друзья волнуются и ждут. Мы не имеем права опоздать, За нас друзья волнуются и ждут. Ночной степи нас звезды берегут, Над нами яркой розы бью горя. Идут по звездам люди сквозь тайгу, Плывут по звездам люди по морям. Идут по звездам люди сквозь тайгу Плывут по звездам люди по морям А мы пойдем по звездам напрямик Пусть этот путь не будет слишком прост Ведь мы не из породы горемых Совсем отвыкших в городах от звезд Ведь мы не из породы горемых Совсем отвыкших в городах от звезд И мы не будем землю звать назад Пускай летит у нас другой маршрут Пусть каждый шаг наш будет звездопад Мальчишки звезды утром подберут Пусть каждый шаг наш будет звездопад Мальчишки звезды утром подберут Ленинский проспект, мы подъезжаем к площади Гагарина Не случайно она так названа, не случайно там памятник Юрию Гагарину Это ведь та самая трасса, по которой Юрий Гагарин ехал после своего знаменитого полета Та самая трасса, где его встречали толпы людей цветами улыбки Памятник Гагарину мы с вами сейчас увидим Я вообще люблю московские легенды, и они очень разные Бывают легенды, в которые верятся, бывают смешные легенды Вот почему-то с памятником Гагарина связаны забавные легенды Вот помните, у него руки так поставлены, как будто он хочет взлететь И вот существует московская легенда, что в 12 ночи, их даже две Одна московская легенда, что в 12 ночи он говорит, ну поехали А вторая легенда московских таксистов, что в 3 часа ночи он взлетает И таксисты предлагают съездить на их такси посмотреть После Юрия Гагарина уже много было совершенно разных полетов В 108 минут полета Юрия Гагарина Самый длительный полет был больше года Наверное, очень тяжелые условия, согласитесь, больше года в замкнутом пространстве С кем-то там один на один постоянно Не случайно космонавты стрессоустойчивые и веселые люди Мне по жизни очень повезло, повезло благодаря работе Я знакома с некоторыми космонавтами Они действительно очень веселые, очень интересные люди И шутить любят И вот одна из шуток Алексея Леонова Когда он... А вы помните, что вот они питались из тюбиков Тюбики абсолютно одинаковые Отличаются они только наклейками Алексей Леонов взял с собой, пронес на борт Наклейки русской водки И когда произошла стыковка с американским Аполлоном Наши космонавты предложили американцам выпить за встречу Те, конечно, долго отказывались Объясняли про здоровый образ жизни Про то, что не положено Но вы же понимаете, если наши хотят угостить, они угостят Уговорили И американцы очень долго смеялись Они чокнулись, выпили И долго смеялись, когда поняли, что там космический борщ Нашим космонавтам разрешается, так же, как и нам с вами В самолет брать точные вещи Разница небольшая только Им разрешается всего 700 грамм ночных вещей Хотя были полеты исключения И вот один из таких полетов Был, когда летал Александр Иванченко Ему разрешили взять с собой на борт гитары Впервые гитара полетела в космос Хотя это казалось очень трудно Гитара хрупкий инструмент И пока испытывали гитары, много сломали Но все-таки нашли такую гитару Гитара полетела в космос И Юрий Висбор в одном из интервью Вот сейчас слева будет памятник Юрию Гагарю Юрий Висбор в одном из интервью Вспоминал Его пригласили на телемост Он взял гитару Пришел и расчехлил Он понимал, что Ему надо будет петь космонавту Который в космосе Включается связь И вдруг он видит Сидит Иванченко с гитарой И начинает петь песню Юрия Висбор Тамбайский вальс Это была самая первая песня Прозвучавшая в космосе Страничка 9 В это время ведущий сказал Ну вот, в космосе поют песни О земных дорогах Лыжи у печки стоят Гаснет закат за горой Месяц кончается март Скоро нам ехать домой Здравствуйте, хмурые дни Горное солнце прощает Мы навсегда сохраним В сердце своем этот край Нас провожает с тобой Гордый красавец сердцов Нас ожидает с тобой Варева дальних дорог Вот и окончился круг Помни, надейся, скучай Снежные флаги разлук Вывесил старый тамбай Что ж ты стоишь на тропе Что ж ты не хочешь идти Нам надо песню допеть Нам надо меньше грустить Снизу кричат поезда Правда, кончается март Ранее всходит звезда Где-то ловида шумяк Снизу кричат поезда Правда, кончается март Ранее всходит звезда Где-то ловида шумяк Где-то ловида шумяк В кабинете Как рано, рина, тихо Тихо, тихо Часы не идут Не расходят Памятный вихрь Не закрыл Голубую звезду Только тихо пройдут Экскурсанты Только звякнет за штору луна И плывет Невесомым десантом Неоконченная тишина Но Гагарин Покое не ведал Жил он в грохоте Мощных ракет И победы Горькие беды Он встречал со штурвалом в руке И всех тех, кто порвал с тишиною Кто по трудной дороге пошел Он их вел за своею кормой Хоть и маленький, но летокол Я над краем стола наклоняюсь Словно в пропасть без края гляжу Изумляюсь и удивляюсь И наших нахлынувших слез не стыжусь Со стены молча смотрят портреты Лунный глобус застыл на столе И соборы стоят, как ракеты На старинной смоленской земле Снова тянет Сырыми лугами Звездный город Стихает во тьме Понимаете? Юрий Гагарин Как не сладко стоять В тишине Потому что грохочут Рассветы Просыпаются в гимнах поля Впрочем, вам ли Рассказывать это Человеку с планеты земля Если кто-то не знает Вот там фразы Тихо-тихо, часы не идут Часы в кабинете Гагарина Были остановлены В момент его кибели Мы с вами Помните выражение Московной семьи Палмана Самый первый, самый главный холм Воровинский мы с вами проек Мы приближаемся еще к одному Воробьеву, собственно уже на нем Воробьеву город В старинной назывались Воробьевы круче Слева территория Московского дворца Пионер Теперь он называется Дворец детского и юношеского творчества Ну а чуть дальше Московский государственный университет Университет в Москве появился Благодаря двум людям Михаилу Ломоносову Чье имя он носит И графу Ивану Шувалу В то время уже существовал Университет в Санкт-Петербурге Но университет для дворянских детей Ломоносов мечтал об университете Для любых детей, желающих учиться Как он говорил В университете тот студент ценен Кто больше знает А чьим сын в том нет нужды И вот такой университет появляется в Москве Вы все знаете, что приказ Учреждение университета Появился 25 января В Татьяне Университете Это был своеобразный подарок Графа Ивана Шувалова Своей матери Татьяне А вы знаете, где было первое здание университета? На Маховой Нет, не на Маховой Это было там, где сейчас находится Исторический музей Там стояло здание главной аптеки И там разместили Три факультета МГУ Их было тогда На Маховую университет Перевели позже При Екатерине II Ну а в 1949 году Были заложены камни Семьи Сталинских островов И МГУ переводят В самую высокую из них Правда, она должна была По замыслу архитектора Быть немножко не такой Вы помните, что все высотки Заканчиваются шпилем Архитектор мечтал, чтобы наверху Был не шпиль, а фигура Ломоносова Но Сталин приказал все высотки Сделаться шпилем Помимо Ломоносова Стоит перед университетом Для нас всех, для тех, кто любит Авторскую песню Конечно, университет не только Самый лучший в университете Пожалуйста, выпускник МГУ Михаил Деев Физический футбит, да? Какой? Физический Там практически на всех футбитетах Были люди, которые писали песни И давайте на... Я болею, а альмаматорская? Хорошо, да Нет, альмаматорская Или одну какую-то? Одну? Одну Пока одну А там по времени Страница 4 Страница 4 Два выпускника Мы проехали Миссис Композитор Виктор Берковский И стихи Дмитрий Сухарев Выпускник МГУ Биологический футбит Альма-Мампер Каждый о своем Что льма-Мампер Альма-Мампер Легкая ладья Белый с катертью Дорога в ясные края Альма-Мампер Альма-Мампер Молодая прыть Обнимись, народ Лохматый Надо далеко быть Гид отважный Облик дружный Ветер влажный Ветер южный Парус над волной Вонды катятся Болокоть Белый с катертью Дорога Вечер Густой Альма-Мампер Альма-Мампер Старый грандулет За кормой И висит громада Набежавших лет Ветер влажный Век железный И огонь задут Здравствуй, здравствуй Без облезлый Как тебя зовут Обними покрепче брата Он тебя любил Когда-то давние дела Пожелай Пожелай Совсем Немного Чтобы нам С тобой Дорога Скатерть Не была Альма-Мампер Альма-Мампер Прежних дней Пиры Не забудет Аромата Выпускной Пары Лег на плечи Лег на плечи Наш нелегкий Ветер Обними Меня Покрепче Ветер Человек Видишь Карточка Помята Лыжных Курточках Щеня До смерти Ни одной Волги Катятся Волога Белый Скатертью Дорога Вечер Выпускной Волги Катятся Волога Белый Скатертью Дорога Вечер Выпускной Ну а теперь Мне кажется На этом рейсе Было бы правильно Спеть песню Вопускника Физического Факультета МГУ Михаила Деева Он об этом Не знал Она там Запланирована Несколько позже Судя по У тебя Не единственная Песня Нет Нет Здесь Зачем Тогда Контролись А вот Учись В троллине Все только так Хорошо Чуть попозже Песня Михаила Деева Будет чуть попозже Страничка 17 Тоже Выпускник Физического Факультета МГУ Валерий Милеев Вот идет По свету Человек Чудар Сам себе Печально Улыбаясь В голове Его Какой-нибудь Спустя Сердце Видно Что-нибудь Не так Приходит Время Весна МГУ ГОЛОС Снеговые горы тают, и не до сна приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Мы с вами сейчас выезжаем на Бережковскую набережную. Вот единственное хочу показать сейчас между деревьями, посмотрите направо и чуть-чуть назад, как красиво отсюда виден университет. Вот в старину Воробьёвы горы назывались Воробьёвы круче, мне кажется, отсюда как раз понятно, почему они так назывались. Видите, какая красота. Вообще это самое красивое из высотных зданий. Да, самое красивое век у всех высотных. Ну а чуть попозже мы с вами тоже на противоположной стороне Москва-реки увидим еще одно знаменитое место, Новодельчий монастырь. Расположен он на Девичьем поле. Есть несколько версий названия Девичьего поля. Одно из преданий гласит, что туда собирали наших красавиц-девушек и отправляли в Золотую арту. Первой игуменей монастыря была Елена Девочкина. Часть исследователей считает, что Девичьем поле благодаря его фамилии. Но достоверно никто не знает. Вот он как раз справа от вас, он сейчас на реставрации. Он будет во всей Красице. Новодельчий монастырь был поставлен Василием Третьим, отцом Ивана Грозного. И поставлен, вы помните, мы уже упоминали с вами обедные храмы. Вот Василий Третий дает обед, что он поставит храм, если победит литовцев под Смоленском и присоединит Смоленск к Московскому творчеству. Итак, здесь появилось сначала часовня, потом храм, а потом новодельчий монастырь. Со своей славной судьбой, в частности, в 1812 году, когда напеоновские войска уходили из Москвы, новодельчий монастырь предожгли. Но, к счастью, игумени заметили, монахини заметили пожар и успели его пугасить. А мы, наверное, споем? Мы, наверное, споем. Они чем-то очень похожи между собой. Похожи тем, что люди, русские люди, шли на восток или на север, осваивали какую-то территорию, строили церковь, строили острог. Это такая, ну, стандартная, что ли, история. И она всегда была и есть. И, наверное, всегда будет. Для меня, возможно, в большей степени жизнь связана с севером. И много чего интересного для меня случилось в Соловецком монастыре. Поэтому песенка, которую я спою сейчас, она, собственно, посвящена Соловецкому монастырю. Соловецкой обиде, заходите, проходите, походите, посидите, поглядите на небо и на камни. На граните просто чувства, остудите, разберитесь и поймите, что чужое, что свое. Вот ведь чудо-то какое в этом северном покое шел молитвою настроен. Год за годом, день за днем, все под знаком крепкой веры. Где ж взялись крутые меры, кто впустил сюда химеру? С хитрым дьявольским огнем обоглавшиеся судьбы, разгулявшиеся судьи. И вершили беда люди в стенах церкви и тюрьмы, под крестами, куполами, прикрываясь именами. И хотя не рядом с нами, но такие же, как мы, Соловецкая обиде, крепость духа на граните устояла. Не судите вековое бытие под стеною, под темневшей, я не брожу беспешно. И душой живой и грешной все приемлю как свое. И душой живой и грешной все приемлю как свое. Автор Михаил Деев Слева от вас сейчас площадь Европы и Киевский вокзал. До 30-х годов прошлого века он назывался Брянский вокзал. Меня в свое время очень удивило, насколько были предсказаны эти два названия. Когда общество железных дорог решило построить железную дорогу из Брянска в Москву, то обратилось в правительство с таким прошением. Просим разрешить построить железную дорогу из Брянска в Москву, чтобы Киев был ближе. Вот оба названия сразу вспомнили. А мы с вами сейчас повернем к Кутузовскому проспекту. И, собственно, вот площадь Европы и дальше старая Смоленская дорога начинается. Самая короткая дорога из Европы в Москву. И связана она в нашей памяти с вами в первую очередь, конечно, с двумя отечественными войнами. Великой отечественной войной и отечественной войной 12-го года, 1812 года. Чуть попозже, с правой стороны, мы увидим Стеллу, Москва-город-герой. Вокруг фигуры, это фигуры ополченцев. Именно по этой дороге наши ополченцы в декабре 1941 года выходили на защиту Москвы на мажейственную проблему. Наверное, давайте вспомним воевавших людей, тем более 9 мая, совсем рядом. Вокруг фигуры, это фигуры ополченцы в декабре 1941 года. Где ж ты, где ж ты, отчихарие? Где ж ты, мой родимый край? Впереди страна Болгария, Пазадирика, Дунай. 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 Россия лучше всех. Впереди страна Болгария, Пазадирика, Дунай. Впереди страна Болгария, Пазадирика, Дунай. Впереди страна Болгария, Пазадирика, Дунай. Направо посмотрите. Впереди страна Болгария, Пазадирика, Дунай. Впереди страна Болгария, Пазадирика, Дунай. Впереди страна Болгарий, Пазадир put in a field of a field of a field of rain. А крой в избе широкий стол Свой день, свой праздник возвращения К тебе я праздновать пришел Никто солдату не ответил Никто его не повстречал И только теплый летний ветер Траву могильную качал Встахнул солдат ремень поправил Открыл мешок походный свой Бутылку горькую поставил На серый камень травовой Сказал солдат, прости, проскоя Что я пришел к тебе такой Хотел я выпить за здоровье А вот пришлось за упокой Сойдутся вновь друзья-подружки Но не сойтись во веки нам И пил солдат из медной кружки Вино с печалью пополам Он пил солдат, слуга народа И с болью в сердце говорил Я шел к тебе четыре года Я три державы покорил Хмелел солдат, слеза косилась Слеза не сбывшихся надежд А на груди его светилась Медаль за горькую Откуда пишет Невозможно после этой кисли говорить С детской слезой Потрясающе Когда я вам сказала посмотреть направо Видели в садник до коней Это памятник Петру Багратионову Герою войны 1812 года И я думаю Не хочется ничего рассказать Давайте споем Миш, солнышко селяет Солнышко селяет Музыка играет А чего ж так сердце замирает Там за поворотом Недрён собою Волк гусар стоит перед тобою Барышки смеются Танц предвкушаю Кто кому-то станется решаю Барышки смеются Танц предвкушаю Кто кому-то станется решаю А полковник главный На гнидой кобыле Говорит, ну что ж мы всё забыли Танцы были в среду Тричь и воскресенье С четверга война и нет спасенья А на поле брани Смерть гуляет всюду Может, не вернёмся, врать не буду А на поле брани Смерть гуляет всюду Может, не вернёмся, врать не буду Барышки не верят Барышки не верят В кулачки смеются Невдалёк, что вправду расстаются Вы, мол, повоюйте Если вам охота Да не опоздайте из мохода Солнышко сияет Солнышко сияет Музыка играет Отчего ж так сердце замирает Вот сейчас закончатся дома И справа будет круглое здание Бородинского панорама Это второе здание Не знаю, как вам, а мне очень нравится, что оно стоит здесь Первое было на чистых прудах Вот это очень правильное место Здесь, именно здесь находилась Изба крестьянина Фролова В которой проходил знаменитый совет павелят Рядом будет памятник Это памятник Михаилу Путузу А чуть позже слева будет Триумфальная арка Тоже это третья арка Первые две стояли на Тверской заставе Вот как раз Бородинская панорама Наш маршрут заканчивается Заканчивается он у Поклонной горы И я не могу не вспомнить Любимого своего человека Евгения Аграновича Человек, который прошел всю войну От первого до последнего дня Человек, который начал выступать Ему было около 80 лет Его песни пели еще на фронте Наши родители хорошо знали А его самого никто не знал И вот благодаря Владимиру Альеру Он выступал у нас в троллейбусе И мне очень нравится Когда он первый раз шел в троллейбус Это был 2005 год, юбилейный год победы Его обогнал троллейбус А вы видели у нас фотографии И снаружи фотографии Бородина И была фотография Евгения Даниловича Он не знал об этом Он просто вот пока шел Увидел эту фотографию И вот за эти несколько шагов Он сочинил экспром Тогда рейс вела Татьяна Матальева И придя, Евгений Данилович прочитал Славно встретил я победу Таня, милая, смотри На троллейбусе я еду И снаружи, и внутрь И давайте его вспомним Его же песня Вечный огонь Страничка 3 От героев былых времен Не осталось порой имен Те, кто приняли смертный бой Стали просто землей, травой Только грозная доблесть И поселилась в сердцах живых Этот вечный огонь Нам завещанный одним Мы в груди храним Посмотри на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо Вот застыл батальон в строю Снова старых друзей узнаю Хоть им нет двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти Это те, кто в штыки Поднимался как один Те, кто брал Берлин Нет, празднились семьи такой Где б непамятен был свой герой И глаза молодых солдат С фотографией увядших глядят Этот взгляд Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Из пути сверху С вами для вас пел Михаил Деев Спасибо Ну еще хочу вас познакомить с двумя удивительными людьми Это звукорежиссер наш Елена Медведева Которая все тринадцать лет работает со звуком Когда я говорю с звукорежиссером про троллейбус Они говорят, этого не может быть Там нельзя сделать звук хороший Согласитесь, звук хороший? Хороший Вот это все благодаря Елене Медведеве И еще с одним человеком хочу познакомить У нее сегодня дебют Это наш водитель Светлана Худякова Она сегодня первый день в нашем сайте Замечательно водит На самом деле у нас вот за все тринадцать лет Были водители просто удивительные Вот сегодня водитель, который нас водил Постоянно на машину Он в отпуск Он в свой отпуск пришел, чтобы Первые рейсы, первые два рейса Светлане просто показать Поддержать ее Она сама все прекрасно сделала Показать машину Поддержать Вот такие люди Нам везет на это дело Мы все вас поздравляем с наступающими праздниками В первую очередь здоровья вам Радости, хорошего настроения Чтобы наши дети и внуки про войну знали Не только из песен, кинофильмов Всего вам самого доброго А я вас очень жду Второго и третьего июня в Коломенском На фестивале авторской песни С часу до десяти каждый день там будут программы авторской песни До новых встреч Пожалуйста, не забудьте сборнички сдать для следующего рейса И удачи вам Всего доброго Спасибо большое Спасибо Будьте добры Спасибо Спасибо Продолжение следует...